Мы начали войну на Донбассе, на Украине. Любое действие имеет последствия. Это и называется причинно-следственная связь. Она является основополагающей в жизни. Но в России благодаря пропаганде этот принцип решили исключить. Россия нам по всей планете рассказывает об ущемлении их прав и проявлении негативного настроения к ним со стороны всего цивилизованного мира, говоря о так называемом запрете на русский язык и всю российскую культуру. Мы смерть, мы граб, мы рождены для боя. Мы станем черноземом, перегноем. Но вещая о том, что в мире меняется отношение к россиянам и России, пропагандисты сознательно умалчивают, из-за чего это происходит. А люди, годами потребляющие пропаганду Кремля, привыкли к тому, что за них думает государство, вследствие чего у них напрочь атрофировалось критическое мышление. Обязаны бороться за права русского в любой стране мира. За его гражданские права. За исполнение всех законов той страны по отношению к нему. За отмену законов, которые их дискриминируют. Всеми способами, которые у вас есть. После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года, после того, как мир увидел преступления армии и российских наемников Украины против человечности, с глаз миллионов людей по всей земле спала пелена. Люди увидели истинное лицо кровавого российского режима и его служителей. Именно действие России и россиян, что поддерживают и принимают активное участие в войне, стало причиной изменения отношения к России и россиянам в мире. Именно развязанная Путиным война стала спусковым крючком, триггером, который запустил реакцию по смене отношений у людей ко всему российскому. Именно война, которую начал Путин против украинцев и всего украинского, послужила для канцелинга российскости в мире. Помня недавнюю историю Советского Союза и оккупацию своих территорий, страны Балтии впервые пошли на шаг по ликвидации у себя публичных напоминаний о ней. Россия и Путин лично сделали все возможное и невозможное, чтобы эстонцы, латвийцы и латыши начали сносить памятники времен Советского Союза в своих странах, чтобы вещающая на их просторах все годы независимости кремлевская пропаганда, которая промывала мозги россиян, что давно осели там, но за многие годы так и не удосужились выучить языки своих новых государств, наконец затихла. Мы антифашисты, русские! Мы русские! Мы не боимся никого и никогда, понятно? Что вы будете делать? Вот а вы посмотрите, вы это увидите своими глазами. А я не верю, что они бомбят. Потому что нам переключили второй источник информации и дали только один. Откуда я знаю, может вообще все придумали и кино? Я их ненавижу, я не могу жить в этой стране, потому что они фашисты, гадины, твари. Сколько лет вы не живете в Риге? Да какое ваше дело? Кто вообще такая? Шламон, что это меня снимает? Чтобы молодежь вышла на улицы и высказала свое отношение любителям Путина, проживающим в их странах. Ну ясно, да, провокаторы. Я говорю, дебилы, молодые, дебилы. Что еще украинский фактор изверстили? А что снимаете? Я вам добро давал снимать? А? Разрешение получили? Представься сначала, в какой компании снимаешь. Да блин, покажу, может. Именно агрессивные действия России, человеконенавистническая риторика пропагандистов, за которые последний даже иногда извиняется в своих эфирах. Я приношу Азербайджану извинения от своего имени, поскольку это был результат моей личной политической ошибки. Послужило тому, что в совершенстве владеющие русским языком президенты Казахстана и Азербайджана на своей встрече общались через переводчиков, используя государственные языки, а не русский, как бывало ранее. Сегодняшняя Россия во главе с Путиным делает все, чтобы мир вычеркнул российскую культуру. И с каждым днем это лишь усугубляется. И причина этому война Путина против Украины. А происходящие события – это лишь следствие, как бы кремлевские пропагандисты не пытались это опровергать. Ведь, ну как можно говорить о великой культуре России и о бездуховности Америки, если в Америке чистый туалет, а в России нет? Или что, мы все о Достоевском, поэтому никак в писсуары попасть не можем? Ну, неправильно это. Неправильно. Понравилось видео? Делитесь им с друзьями и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok